Некоторые из знаменитостей российского и зарубежного шоу-бизнеса дослава работали в эскорте. Сегодня мы расскажем вам, кто из звезд был тесно связан с эскорт-услугами. Линдсей Лохан известна миру как одна из самых скандальных звезд. По словам инсайдеров, раньше она предоставляла эскорт-услуги. Проводить с мужчинами время за деньги актриса якобы начала, чтобы расплатиться с многочисленными долгами. После выхода фильма «Основной инстинкт» поползли слухи о том, что Шерон Стоун ради увеличения гонорара переспала с продюсерами. В беседах с журналистами актриса утверждает, что эта информация была запущена в массы антифанатами, и такого в ее жизни никогда не было. По слухам, карьера Мишель Пфайфер также начиналась с эскорта. До всемирной известности бывшая профессия актрисы якобы подразумевала под собой встречи с миллионерами на их территории. Сегодня Мишель отрицает приписываемое ей темное прошлое. Поговаривают, что Одри Хэтберн в молодости сопровождала на вечеринках высокопоставленных чиновников. Одри не ждала приглашений и сама ходила на пробы и прослушивания. Первый муж Мэрилин Монро нанялся в торговый флот, и она осталась без средств к существованию. Чтобы исправить печальное положение, Монро пошла работать на авиационный завод, а затем в модельное агентство, сотрудничество с которым и привело актрису в эскорт. Звезда фильма «Бесславные ублюдки» Мелани Лоран пришла в эскорт-бизнес в 18 лет. После нескольких месяцев работы Лоран заметил Жерар Депардье и предложил ей сняться в его проекте «Мост между двух берегов». К эскортницам причисляют и российскую звезду подиумов Валерию Соколову. Популярной она стала после романа с хоккеистом Александром Овечкиным. Спортсмен не любил рассказывать историю их знакомства. Как выяснилось позже, Соколову Овечкин выбрал в каталоге агентства, предоставляющего эскорт-услуги. А как вы думаете, кто еще из представителей шоу-бизнеса связан с эскорт-услугами? Делитесь в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео.